В 1971 году иранский шах Мохаммед Риза Пихлеви решил показать всему миру, что Иран не какой-то там сырьевой предаток Запада, а самое что ни на есть великая держава с тысячелетней историей. Пихлеви посчитал, что приближающийся юбилей основания Персидской империи достоин большего, чем несколько банкетов в столовых на исторических конференциях, и по этому случаю шах решил устроить пышный прием, равных которому не было в мировой истории. Для этого посреди безлюдной пустыни возле развалин древнего города был воздвигнут в буквальном смысле оазис с парками-фонтанами. Масштаб и роскошь комплекса, построенного исключительно ради одного торжественного приема, поражали любое воображение. Но более всего впечатлял список гостей. По приглашению шаха в Иран прибыли главы 65 государств. Королей и императоров, султанов и шейхов, президентов и премьер-министров со всех континентов разместили в роскошных номерах, их угощали дорогими винами и изысканными блюдами, приготовленными самыми лучшими поварами в мире. Итоговая цена этого – не миллион долларов и даже не миллиард. Эта вечеринка стоила Ирану императорской династии. Невероятно расточительное пиршество стало первым в череде событий, повлекших за собой всеобщее народное восстание, результатом которого стало крушение монархии и появление на политической карте мира нового государства Исламской Республики Иран. Это рассказ о самой дорогой вечеринке в истории человечества – вечеринке иранского шаха. История знает множество примеров, когда необдуманные, излишне самоуверенные действия приводили к результатам, полностью противоположным от ожидаемых. В 70-х годах прошлого века, по мнению иранского шаха Мохаммеда Резапехлеви, который к тому моменту уже 30 лет находился во главе государства, главное, в чем нуждались его подданные – это гордость за свою великую страну и ее историю. А значит, и никаких средств не жалко для того, чтобы эту гордость поддержать. Но, как оказалось, представления шаха о реальных нуждах своего народа не имели абсолютно никакой связи с действительностью. Безудержная роскошь и баснословные средства, затраченные на праздничные торжества, устроенные шахом, почему-то не нашли отклик в сердцах обедневшего населения Ирана. Более того, эти торжества стали отправной точкой в процессе, итоговым результатом которого стала народная революция, которая, в свою очередь, привела к кардинальным изменениям в государственном устройстве страны и к сотням тысяч жертв в результате последовавших затем как внутренних, так и внешних конфликтов. Государство Иран 1960-х годов можно описать тремя словами. Все очень сложно. Объяснить ситуацию за две минуты невозможно, но для понимания общей картины, если говорить вкратце, то Иран в середине прошлого века представлял из себя монархию, во главе которой стоял шах Мохаммед Риза Пехлеви. Если быть точным, то Шахен Шах, что в переводе означало как «царь царей», скромный титул, который Пехлеви принял после коронации самого себя в 1967 году. В то время Шах был одним из богатейших людей на планете. Обладавший в своей стране абсолютной властью, он мог назначать министров, распускать парламент, командовать вооруженными силами, объявлять войну или заключать мир. Его слово было «закон», и делить свою власть он не желал абсолютно ни с кем. Конечно же, добился он этого не за один день. На трон Мохаммед Риза Пехлеви взошел в 1941 году. После того, как советские и британские войска, оккупировавшие Иран, вынудили его отца, симпатизирующего Германию, отречься от престола и передать власть своему наследнику. Будучи сыном монарха, Мохаммед Риза Пехлеви свое детство и юность провел в абсолютной роскоши, получил престижное образование в Швейцарии, так же, как и его отец, был большим приверженцем современного западного мира. Молодой Шах хотел стать продолжателем и во многом даже подражателем своего отца, имевшего образ лидера, который жесткой рукой навел порядок в стране и начал модернизацию дряхлого Ирана. В 1953 году, после государственного переворота, организованного при поддержке США и Великобритании, власть Мохаммеда Риза Пехлеви стала абсолютной. Молодой Шах заявил, что хочет избавить страну от старых феодальных пережитков и превратить Иран в свободное и современное государство. Для этого было запущено множество реформ, получивших название «Белая революция». Главными задачами государства должны были теперь стать забота о бедных слоях населения, помощь крестьянам в получении собственной земли, открытии новых школ и университетов, предоставление права голоса женщинам и многое другое. Внешне Иран действительно сильно изменился, но за красивой картинкой скрывалась и жестокая реальность. Шах жестко подавлял малейшие инакомыслия в своей стране. По сути, в Иране отсутствовала свобода слова и какие-либо человеческие свободы в принципе. За порядком и настроениями в стране следила созданная шахом служба государственной безопасности «Савак», имевшая десятки тысяч осведомителей во всей стране и наводившая ужас на население Ирана. Считалось, что в период правления Пехлеви Иран лидировал в мире по количеству политзаключенных и количеству вынесенных смертных приговоров. Несмотря на огромные доходы Ирана от продажи нефти, около половины населения страны жили за чертой бедности, лишенной даже минимальных благ. Но при этом популярность шаха среди населения была бесспорной, по крайней мере официально. Социально-экономическая ситуация в стране ухудшалась, но у шаха было собственное видение того, как повысить уровень жизни своего народа. Он считал, что в первую очередь стоило начать с улучшения международного имиджа страны, а для этого нет ничего лучше, чем организовать самый дорогой в истории государственный прием. Тем более еще и намечался подходящий повод. Мохаммед Резапьях-Леви был искренне уверен, что Иран под его руководством превратился в мощное экономически развитое государство, которое достойно занимать место среди ведущих стран мира. Дело оставалось за малым, ведущие страны мира в этом тоже нужно было как-то убедить. Шах решил, что самым лучшим способом достичь этого будет пригласить руководителей мировых держав на вечеринку, роскошь и размах которой покажет всем, на что способен Иран. И трудно было придумать лучший повод, чем приближающийся 2500-летний юбилей со дня основания Персидской империи царем Киром Великим. Повод действительно был превосходным. Персидский царь Кир Великий вошел в историю не только как основатель огромной империи, но также как и царь, чья общепризнанная гуманность и прогрессивные взгляды принесли светлый период в историю Передней Азии. Поэтому, пышно отметив этот юбилей, шах Резапи Хлеви хотел не только показать связь современного Ирана с Великой Персидской империей, но также показать и себя как правителя, достойного стоять в одном ряду с Киром Великим. До юбилейной даты оставалось всего 13 месяцев, поэтому, не теряя времени, созданный шахом организационный комитет начал подготовку к вечеринке века. Первой трудностью было то, что в Иране полностью отсутствовала подходящая инфраструктура для проведения мероприятий такого уровня. Начать с того, что элитных гостей попросту негде было разместить. Как вспоминал затем один из организаторов, проверка одного из двух предложенных Министерством туризма отелей оставила очень удручающее впечатление. После некоторых раздумий и совещаний торжественный прием решили провести в пустыне. Если быть точнее, то около развалин древнего города Персеполин. Заброшенный сухой участок земли, где не было ничего, кроме песка, камней и, как оказалось, огромного количества змеи и скорпионов. Некоторые древние годы, я получил эту работу. Эта работа была очень маленькая. Это действительно очень полезная работа. Эта работа была в Ширазе. Эта работа была лучшая. Минусы сказали, что... ...в последние годы, они не смогут разобраться. Минусы сказали, что это работа. Если в результате этой работе не будет правдой, ... я смогу разобраться на неделю. Долго не думая, чтобы убить всю ползучую нечисть, 30-километровую зону вокруг Персеполя опрыскали огромным количеством химикатов. Избавившись от змей, можно было переходить к следующему этапу – постройке роскошной королевской деревни. Но сначала в пустыне нужно было, правильно, высадить лес. Специально для этого в Европе было закуплено и привезено в Иран огромное количество деревьев. Если быть точным, то 15 тысяч различных деревьев транспортными самолетами были доставлены в Иран и затем высажены в Персеполе вокруг королевской деревни. Иран и так страдал из-за нехватки пресной воды, поэтому высадить посреди пустыни огромное количество деревьев и другой растительности только ради трехдневной вечеринки было поистине безумной идеей. Но Шах хотел произвести на своих гостей незабываемое впечатление. Для того, чтобы лес смотрелся натурально, из Европы было завезено более 50 тысяч различных певчих птиц, а также 20 тысяч воробьев. Уже через несколько дней почти все птицы погибнут из-за нехватки воды и тяжелого климата. Днем температура в Персеполе обычно поднималась до плюс 40, а ночью опускалась ниже нуля. Вдобавок к свежему лесу, в деревню на грузовиках были отдельно доставлены 4 гектара плодородной почвы, только для того, чтобы известный версальский флорист Джордж Труфо смог создать благоухающий райскими ароматами сад из нежных роз и кипарисов. Гостей Шаха было решено разместить в небольших домиках из крепкого пластика внешне стилизованных под средневековые шатры. Внутри каждый из них представлял из себя роскошный кондиционируемый номер, в котором были две спальни, гостиная и кухня, а также личный повар и обслуга, доступные 24 часа в сутки. Обычно, если государство проводит торжества, цель которых показать силу и самобытность своей культуры, вы, скорее всего, будете ожидать большое количество местных мастеров, выполняющих работу. Но Шах был натурой очень утонченной и доверял исключительно профессионалам мирового уровня. Для постройки царских шатров был приглашен всемирно известный парижский интерьерный дом Мейсон Жансен. Сотни французских дизайнеров и архитекторов более чем полгода работали над созданием шатров, которые сначала были воздвигнуты на аэродроме около Парижа, а затем доставлены в Персеполь, где были снова собраны уже на месте. Вдоль пяти улиц, расходящихся лучами от центрального фонтана и символизирующих пять континентов, было построено 50 шатров для гостей, а также воздвигнуты два огромных шатра, где должен был проходить торжественный банкет. Для комфорта гостей в деревне также имелись небольшие парки, поле для гольфа, косметический салон, клуб, подземный бункер для хранения драгоценностей и много чего еще. В общей сложности территория королевской деревни, построенной ради трехдневной вечеринки, составляла 65 гектаров. Чтобы накормить дорогих гостей для проведения банкета, Шах пригласил считавшимся в то время лучшим в мире французский ресторан Максим. По договору, ресторан должен был обеспечить торжества не только едой, но и высококлассным персоналом. Поэтому все рестораны Максим по всему миру были закрыты на две недели, что привлекло к намечающейся вечеринке шаха еще больше внимания. Для проведения пышного банкета Максим отправил в Персеполь своих лучших поваров, официантов и даже кухонное оборудование. Вместе с ними прибыли и 18 тонн различных продуктов, почти 3 тонны говядины и ягнятины, 1280 килограмм мяса птицы, 360 тысяч яиц и все это доставлялось в Иран прямиком из Парижа. Доставка сотен тонн различных грузов в безлюдную пустыню была сложной логистической задачей. Поэтому в Шаразе, который был ближайшим городом к Персеполю, шах приказал построить новый аэродром, а также проложить скоростное шоссе, соединившее Шараз и Персеполь. Основная тяжесть по транспортировке грузов для вечеринки легла на плечи иранских ВВС. Транспортные самолеты бесперебойно выполняли рейсы из Шараза в Европу и обратно, доставляя необходимые грузы, которые затем в аэропорту аккуратно перегружались в армейские грузовики и перевозились в королевскую деревню. 30 тонн кухонного оборудования, сотни тонн различных строительных материалов, роскошные шатре Джансен, итальянские гордины и ткани, хрусталь Бакара, лиможский фарфор с императорским гербом Пехлеви, чайные сервизы Роберта Хевилэнда, а также тысячи бутылок французского шампанского коньяка и вина, для охлаждения которого в пустыню самолетами отдельно доставлялся лед. Каждый из таких кубов льда был размером с небольшой гараж. Пышные торжества Пышные торжества должны были собрать одновременно в одном месте большое количество мировых лидеров и монархов, поэтому очень остро стоял вопрос безопасности. Это и так было достаточно неспокойное время в мире, добавить к этому и то, что и внутри Ирана время от времени вспыхивали протесты против режима Шаха. В вопросах государственной личной безопасности Шах и до этого никогда не скупился, и для охраны королевской деревни в Персеполе были привлечены силы госбезопасности и армии. В общей сложности 65 тысяч человек обеспечивали безопасность всего нескольких сотен гостей. Охрана была в буквальном смысле везде. Но для Шаха и этого, похоже, было мало. На время проведения торжеств Шах приказал полностью закрыть границы Ирана. Никто, кроме гостей, не мог ни въехать, ни выехать из страны. Вдобавок ко всему, в стране были закрыты все школы и университеты. Все студенческие объединения были распущены, а большая часть студенческих лидеров на всякий случай заблаговременно арестованы. Из-за того, что Шах придавал огромное значение этому празднику, огромные средства были потрачены на популяризацию этого события в мире. В частности, Шах заключил сделку с несколькими мировыми телеканалами, чтобы они вели прямую трансляцию праздничных мероприятий через спутник. Напомню, что речь идет о 70-х годах прошлого века и стоило все это соответствующе. Отдельно была нанята съемочная группа для создания документального фильма, получившего название «Пламя Персии», который затем планировалось показывать во всех кинотеатрах мира. В целом, можно сказать, что реклама иранской вечеринки Шаха была успешной. Новостные каналы и газеты по всему миру обсуждали детали предстоящего торжества. В прессе постоянно появлялись разного рода утечки о том, какие блюда будут в меню или о том, кто и во что будет одет. В компании императоров и королей никому не хотелось выглядеть бедно, поэтому все старались подобрать достойный для такого события наряд. Причем иногда старались до такой степени, что в Соединенных Штатах затем случился скандал, после того, как жена вице-президента США была замечена на приеме в очень дорогом платье. И, наконец, этот день настал. 13 месяцев сумасшедшей подготовки к торжествам были позади. Была посажена последняя сосна, включены фонтаны, зажжены огни вдоль шоссе и все замерло в ожидании гостей. 12 октября 1971 года в Персеполе и в аэропорту Шираза собралось большое количество журналистов, ожидавших прибытия высоких гостей. Стоит сказать, что у многих все еще были сомнения в том, прилетят ли приглашенные гости, и в том, способен ли вообще Иран провести праздничные торжества на том уровне, который был заявлен. Но вскоре полосы коснулся первый самолет, и на аэродром начали прибывать новые и новые самолеты с главами иностранных государств на борту. С каждой минутой все задуманное Шахом начало приобретать реальные черты. Самых важных гостей Шах лично встречал в аэропорту в Ширазе, а для остальных были подготовлены 250 бронированных лимузинов Mercedes-Benz, которые доставили гостей из аэропорта в королевскую деревню в Персеполь. А там царила поистине небывалая атмосфера. Многие журналисты отмечали затем какую-то сюрреалистичность происходящего. Вы never seen a tent like this before. It's not like your average camping tent. They were like little homes. I mean, they were gorgeous, and everything looked like it had come right out of a decorating magazine. You could pull up your chair and sit outside your tent, so some of the kings and queens were kind of sitting outside their tent, or some had the tents open. You know, the sort of Prince Philip waving at, you know, the king of Denmark and somebody else waving, and then Grace Kelly and Prince Rainier and everybody said, Hi, how are you? Good to see you. Big stop and chat. It was... I've never seen anything like it. There's never been anything like it since. Несмотря на разгар холодной войны, на торжества в Иран прибыли представители как западных демократий, так и коммунистического блока. От СССР приехал глава президиума Верховного Совета Николай Подгорный. Президент США Ричард Никсон планировал посетить прием, но затем отменил визит по рекомендации своей службы безопасности. Вместо него приехал вице-президент Агню Спиро. По приглашению Шаха также прибыли президенты Австрии, Болгарии, Швейцарии, Югославии, Румынии, Бразилии, Турции, Венгрии, Чехословакии, Индонезии, Пакистана, Индии. Присутствовали премьер-министры Франции, Италии, Южной Кореи, генерал-губернаторы Канады и Австралии и многие другие. Даже Папа Римский прислал своего специального представителя. Но главное внимание было, конечно же, к августейшим особам. Еще никогда в истории императоры и короли не собирались в одном месте и в таком количестве. Среди гостей был император Эфиопии, королевская чета Дании, Бельгии, Непала и Греции, а также король Иордании, Норвегии и Лесота, эмиры Бахрейна, Катара, Кувейта, Абудаби, принцы и принцессы Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Франции, Швеции, Испании, Италии, Японии и Марокко. Королева Великобритании в Иран не приехала, но прислала своего мужа и дочь, герцога Егенбургского Филиппа и принцессу Анну. Лидеры некоторых стран не приехали, так как вынуждены были отказаться от визита ввиду сильных протестов внутри своих стран, так как во многих государствах на Западе режим иранского шаха считался диктаторским. Мероприятия в Персеполе начались в торжественной церемонии у гробницы Кира Великого, где шах произнес речь, в которой отдал дань уважения великому персидскому правителю, а также отметил, что благодарный иранский народ свято чтит свои исторические корни и продолжает великое дело Кира. А уже вечером того же дня в огромном шатре в центре королевской деревни начался торжественный ужин. Каждого гостя при входе лично встречала императорская чета, шах Мохаммед Резапихлеви со своей супругой. Здесь даже возник небольшой конфуз, гости пребывали неравномерно и при входе образовался небольшой затор. По протоколу монарши особо имели приоритет, так как в отличие от, скажем, президентов, которые постоянно переизбирались на своем посту, короли и императоры были правителями бессменными, потому что власть им была дарована богом и никем ниже. Поэтому при входе в царский шатер образовалось две очереди. Одна из них состоявшая исключительно из императоров и королей, и вторая из простых, если так можно сказать, президентов и премьер-министров. Что еще раз подчеркивало какую-то нереальность всего происходящего. Как бы то ни было, каждый гость получил возможность лично поздравить шаха, после чего все проследовали в банкетный зал. Гостей рангом пониже, которые сопровождали своих правителей, усадили за отдельные маленькие столы, а вот самих руководителей стран посадили за один громадный и избивающийся 70-метровый стол. Это, возможно, был единственный случай в истории, когда руководители государств порой кардинально противоположных идеологий собрались вместе на одном культурном мероприятии. Представители Запада и Востока, развитых и развивающихся стран, бывших колоний и метрополий, монархи и коммунисты, все равны, плечом к плечу, за одним столом, наслаждаясь изысканными напитками и едой. А наслаждаться действительно было чем. Меню представляло собой небольшую книгу на французском и персидских языках. Продолжение следует... Л'agneau, de l'agneau français. Пао, а л'империал, паре и интуре и сауурж. А ле-пан, bien sûr, но это только декор ле-пан. Мы взросли, взросли маленькие каи, с французом, с трюфой. Поэтому мы присылали каи с ле-паном для красоты. Несмотря на то, что Иран был исламским религиозным государством, вечеринка была щедро залита дорогим алкоголем. Тысяча бутылок Бордо, тысяча бутылок Бургундского, французский коньяк 1860 года, 2500 бутылок шампанского. Иран – это лучшие каи из Франции, лучшие годы и лучшие 20. Chateau de Brion, Chateau de la Tour, Chateau de la Fille. На протяжении шести часов высокие гости ели и поднимали тосты в честь персидской империи современного Ирана и его правителя. Согласно книге рекордов Гиннесса, вечеринка иранского шаха стала самым расточительным и дорогим банкетом современной истории. Первые из трех дней вечеринки закрывало масштабное огненное шоу из фейерверков, которым гости наслаждались, сидя на трибунах под открытым небом. На грандиозном пиршестве были все и все. Если чего и не хватало на этом великолепном празднике Ирана, то это самих иранцев. Шах не пригласил на банкет никого, даже иранских министров. На торжествах присутствовало лишь небольшое количество иранцев, которые непосредственно участвовали в организации этого праздника. На следующий день Шах и его гости присутствовали на огромном костюмированном параде, целью которого была показать мощь и величие тысячелетней персидской империи. Около двух тысяч солдат, одетых в костюмы древних персидских воинов, гордо промаршировали перед гостями на трибунах. К этому параду Шах уделил особое внимание. Чтобы максимально воссоздать соответствующую историческую атмосферу, были созданы тысячи единиц различных костюмов, париков, военной униформы, старинного оружия, колесниц, даже реплики древних кораблей. И все это было сделано под четким контролем и согласно рекомендациям известных военных историков. Даже музыкальные инструменты были воссозданы согласно древним инструкциям. Все было направлено на то, чтобы ни у кого из гостей не осталось ни малейших сомнений в величии персидской империи, как прошлой, так и современной. На третий день праздника гостей перевезли в столицу, где помимо разного рода мероприятий было торжественно открыто построено к юбилею огромная башня Шахят – башня памяти Шаха. На этом роскошная трехдневная вечеринка иранского Шаха закончилась, и лидеры иностранных государств, полные незабываемых впечатлений, разъехались по домам. В какой-то степени можно сказать, что задуманные Шахом торжества прошли очень успешно. Шах сумел показать миру, что значит устраивать праздник по высшему разряду. Главные мировые печатные издания пестрели заголовками из разряда «Вечеринка века», «Пикник ценой в миллиард долларов», «Величайшие собрания столетий» и так далее. Весь мир смаковал детали грандиозной вечеринки, будь то роскошные наряды гостей или, например, ошейник собачки императора Эфиопии, в который был вставлен бриллиант такого размера, что украшения первых леди на его фоне казались просто дешевой бижутерий. Вся планета обсуждала вечеринку века. Всеобщего восторга не разделяли лишь сами иранцы. В отличие от мировой публики, простые иранцы не оценили намерение Шаха показать величие Ирана и были, мягко говоря, шокированы огромными расходами на проведение этих торжеств. Точная цифра того, во сколько обошлась вечеринка Шаха, держалась в строжайшем секрете и до сих пор неизвестна. Но даже озвученная организаторами цифра в 22 миллиона долларов поражает воображение. При этом некоторые источники, такие как, например, журнал Times, считали эту цифру сильно заниженной, оценив расходы по проведению праздников в 100 миллионов долларов. С учетом инфляции, сегодня эта сумма составляла бы примерно 635 миллионов долларов. А французские издания считали, что и эта цифра занижена минимум в два раза. Стоит учитывать, что пышные торжества, устроенные Шахом, проходили на фоне того, что большая часть Ирана жила за чертой бедности и с трудом сводила концы с концами. Айатала Хамейни, один из противников режима Шаха, назвал этот банкет вечеринкой дьявола. Вдобавок ко всему, будучи сильно религиозным народом, иранцы были шокированы тем, сколько алкоголя было выпито на вечеринке, а также их оскорбило неприкрытое высокомерие Шаха, который даже не пригласил на торжества никого из иранцев. Режим Шаха и до этого имел немалое количество противников, но все они были разрозненными, что позволяло Шаху успешно с ними бороться. Но шок от устроенной вечеринки объединил против Шаха абсолютно всех, даже несмотря на существующие противоречия в идеологии и политических целях. Нефтяной бум 70-х в несколько раз увеличил и без того невероятно высокие доходы Ирана от продажи нефти. В теории, со слов самого Шаха, прибыль от продажи нефти должна была идти на финансирование его реформ, как то создание новых рабочих мест, открытие фабрики, заводов, больницы, школ. То есть в конечном итоге, где прямо, а где косвенно, нефтяная прибыль должна была распределяться на все население Ирана. Но в реальности же прибыль от продажи нефти до простых людей не доходила, а оседала на банковских счетах иранской элиты. Лишь только на счету Шаха было более 1 миллиарда долларов, полученных от продажи нефти. А общие доходы семьи Шаха оценивались по разным источникам от 5 до 20 миллиардов долларов. Поэтому на фоне этого сумасшедшие расходы на элитную вечеринку, обедневшим населением Ирана были, мягко говоря, не поняты, в результате чего Шах растерял последние очаги поддержки. В 1973 году Шах публично обратится к иранскому народу с извинениями за излишнюю расточительность, повальную коррупцию в правительстве и в целом за все предыдущие ошибки. Но было уже поздно. Через несколько лет начнется народное восстание, которое затем выльется в Иранскую революцию, на волне которой в 1979 году, оттеснив стороны все остальные силы, к власти придет Айтала Хамейни, став первым верховным руководителем Исламской республики Иран. Мохаммед Резапихли будет вынужден бежать из Ирана, а в 1980 году, уже находясь в изгнании, умрет от рака. Иранская революция и появление затем Исламской республики Иран в итоге кардинальным образом изменили как сам Иран, так и весь Ближневосточный регион, превратив его в очаг постоянного напряжения. А начиналось все с простого желания иранского Шаха показать миру свое величие, устроив для этого самую дорогую вечеринку в истории человечества. Иранская революция